Отчет главы поселения Огудневская прошел перед депутатами сельского поселения. Сегодня здесь, в зале, Николай Алексеевич Сорокин отчитался о работе в 2016 году. Глава Огудневского в своем докладе назвал приоритетные направления работы, которые были осуществлены в отчетном 2016 году. Работа администрации сельского поселения была направлена на обеспечение благоприятных условий жизни жителей путем выполнения мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов сельского поселения. На выполнение мероприятий по благоустройству было израсходовано 26 миллионов рублей. В рамках реализации муниципальных программ в Огуднево создана пешеходная зона с брусчаткой, занимающая территорию в 800 квадратных метров, благодаря чему был улучшен подход к школе. Проведено благоустройство внутриквартальных дорог и проездов с разбивкой парковочных карманов. Отремонтировано автомобильных дорог местного значения 4,5 тысячи квадратных метров. В Огуднево и в деревне Воря-Богородской установлены две новые детские площадки. А на уже имеющихся сделано резиновое покрытие. Построены две спортивные универсальные площадки. Одна из них на собственные бюджетные средства поселения в селе Петровское. Вторая же возле школы. Ее построили на финансовую помощь, оказанную депутатом Московской областной думы Владимиром Шапкиным. Он, в свою очередь, отметил, что и в дальнейшем будет активно участвовать в делах поселения. Говорил депутат и о проводимой в Огудневском промышленной политике. Мы приняли закон о технопарках, индустриальных парках Московской области. Вот на территории Огуднево создан технопарк, который, если я не ошибаюсь, 1200 гектаров, да, Николай Васильевич? Да, общая площадь. И сейчас туда пошли инвесторы. Я вам больше скажу, что сдвинулась с места и дорожная, что называется, карта. И следующим этапом, сейчас с юга начал ЦКАД строиться. В 2019 году он приходит сюда, к нам, в Огуднево. Здесь инвесторы будут в очереди стоять. Привлечение инвесторов – особая забота местной власти. Здесь уже реализованы два инвестиционных проекта, шесть находятся в работе. Сумма инвестиций по всем проектам – почти 3,5 миллиардов рублей. Они позволят создать в поселении 850 новых рабочих мест. Среди важных дел, которые начались в прошлом году, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая назвала и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Одно из тех дел, которые действительно у меня, знаете, как бальзам на душу, это, конечно, ФОК, который начал строиться, потому что в избирательной кампании была проделана действительно очень колоссальная работа. И я подключалась, уже начинала. И на сегодняшний день, я смотрю, уже каркас стоит. Также на мероприятии депутаты обсудили деятельность местного отделения партии «Единая Россия» по проведению инфраструктурных проектов, нацеленных на улучшение комфортного проживания жителей. Глава района, секретарь полицовета местного отделения «Единой России» Надежда Суровцева отметила, что итоги отчета Николая Сорокина подтверждают также и успехи в работе партийной организации поселения. То, о чем сейчас Николай Алексеевич, член полицовета, отчитывался, это фактически деятельность и партии власти. Есть какие-то проблемы, есть, мы о них говорим, но есть достижения. А достижение в Огневском поселении – это то, что оно сейчас одно из самых динамично развивающихся. Андрей Циханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».